Кадастровая стоимость недвижимости Итак, почему же собственникам квартир, домов, участков нужно понимать, сколько по кадастру стоит их недвижимость? Кадастровая стоимость объектов недвижимости у нас применяется, во-первых, в целях налогообложения, также применяется в целях вычисления арендной платы, выкупной цены по договорам аренды или договора купли-продажи, заключенным между органами местного самоправления, органами власти, субъекта нашего. Также может применяться кадастровая стоимость при уплате государственной пошлины за юридически значимые действия, например, за нотариальные действия, или при исчислении штрафов за нарушение в сфере земельного законодательства. Поэтому область применения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества достаточно широк. Поэтому, конечно, собственникам объектов недвижимости, я думаю, что очень важно знать свою кадастровую стоимость, чтобы в дальнейшем планировать уплаты налогов и иных уплат, смотрим к законодательствам. Проще говоря, чем больше кадастровая стоимость вашей квартиры, тем выше у вас будет налог. Он напрямую зависит? Да, он зависит, да. А насколько объективна эта оценка, которая была проведена, я так понимаю, по всей стране массово? И как люди могут об этом узнать? Насколько объективна? У нас кадастровая стоимость определяется определенным методом, методологией. В этом году проводится контракт, заключается уполномоченным органом Министерства имущественных и земельных отношений Республики с независимым оценщиком, который проводит оценку. Эти результаты утверждаются также актом правительства Республики Хакасия. Сказать, насколько объективно, есть случаи разные. В основном можно говорить о том, что кадастровая стоимость бывает завышенная. Это, в принципе, объективно объясняется тем, что у нас при массовой кадастровой стоимости не учитываются какие-то индивидуальные особенности объекта недвижимого имущества. В общем массе оценивается этот объект, и поэтому, возможно, получается такая кадастровая стоимость. Извините, потому что оценщики не ходят по квартирной, не ходят по участкам, они просто видят бумаги и по ним производят оценку. Да, у нас оставляется определенный заказчик работ, запрашивает перечень объектов, подлежащих оценке. Данная информация предоставляется из Единого государственного реестра недвижимости, в котором указаны качественные и количественные характеристики объекта. По этим количественным характеристикам объекта оценщик оценивает тот или иной объект, подлежащий оценке. Ну, собственно, поэтому наверняка есть определенные спорные моменты. Много ли к вам поступило обращения от собственников квартир, домов и участков, которые не согласны с кадастровой оценкой? Она кажется им сильно завышенной. Ну, надо сказать, что у нас комиссия по рассмотрению споров о результатах кадастровой стоимости на территории республики создана еще в 2012 году. Но более активно граждане стали обращаться к нам с 2015 года. На сегодняшний день, если вот по цифрам сказать, что в 2016 году за весь год мы рассмотрели 495 заявлений, к нам поступило, то уже за 2017 год у нас с января по июнь настоящую дату уже 418 заявлений. То есть в этом году очень активно граждане обращаются за пересмотром кадастровой стоимости. Ну, тоже мы понимаем, почему, по каким причинам у нас была актуализирована кадастровая стоимость, которая будет применяться, применяется с 1 января 2017 года. Вот смотрите, к примеру моих знакомых. У одной трехкомнатной квартиры в Бея в многоквартирном доме стоит 1 400 000, а двухкомнатная квартира улучшенной планировки в Абакане стоит 1 600 000. Совершенно недалеко от центра. Почему в Бее это так дорого? Разве может Бея сравниваться с Абаканом? Ну, опять же, мы говорим, при том, что при массовой кадастровой оценке учитываются только характеристики, допустим, квартира в многоквартирном доме площадью 70 квадратов. И в Абакане, допустим, 70 квадратов. Но мы знаем, что рыночная цена этих объектов совершенно разная. А при массовой кадастровой оценке применяется одна методология определения этой оценки, что в Абакане, что в Бее, допустим. То, что это Бея, а это центр республики, ее столица, это не играет роли, да? При массовой оценке оно должно играть, но незначительно. Поэтому могут быть такие расхождения. Поэтому мы и говорим, что при кадастровой стоимости оценки, при кадастровой оценке объектов недвижимости, зачастую не учитываются именно вот эти индивидуальные особенности этого объекта. Поэтому и бывает завышенная цена. Соответственно, в Абакане тоже в МПС и на Согре это одна стоимость кадастрова, а где-то в Почертыгашево это совершенно другая. Да, может быть так. А если новый дом в МПС и какая-то хрущевка по улице Ленина, по проспекту Ленина, что тут будет дороже? Центр. Центр все равно будет дороже. Больше будет оценка, потому что у нас при определении, опять же, кадастровой стоимости, мы оценщик смотрят, то есть определяя кадастровую стоимость, он смотрит от центра и его отдаление дальнейших объектов от этого центра. Допустим, поэтому мы предполагаем, что в центре будет дороже, чем в Пригороде. Что делать людям, которые не согласны с кадастровой стоимостью? Насколько вообще сложна эта процедура оспаривания? У нас на законодательном уровне предусмотрена возможность оспаривания кадастровой стоимости в случае несогласия. Граждане, юридические лица или иные заинтересованные лица в праве оспорить результаты кадастровой стоимости либо в судебном порядке, либо в комиссию по рассмотрению споров о результатах кадастровой стоимости, которая создана при управлении Росреестром по Республике Хакасия. Процедура, на наш взгляд, не сложна. Также в законе предусмотрена перечень документов, которые необходимо подать к заявлению. В течение месяца назначается заседание, допустим, комиссии, если это заявление подано в комиссию. На заседание принимается решение, либо положительное, либо отрицательное решение в пересмотре кадастровой стоимости. И мы приглашаем непосредственно собственников тоже на рассмотрение комиссии и озвучиваем свое решение. А как простой человек может аргументировать в таком вот деле? Он не специалист же совершенно. Как правило, обязательным документом к заявлению является отчет. Если гражданин не согласен с кадастровой стоимостью объекта, он должен представить документ, подтверждающий иное, что его объект, допустим, рыночная стоимость этого объекта иная, допустим, меньше. Для этого предоставляется отчет независимого оценщика. Или, например, дом ветхий какой-нибудь. Такой вот в плохом состоянии, да? Да. Это все должен оценщик отразить в своем отчете. Если у членов комиссии не возникнут вопросы в части подготовки именно отчета, то, как правило, принимается положительное решение. Если возникают какие-то вопросы, замечания именно к отчету, которые влияют на итоговую стоимость этого объекта недвижимости, то тогда комиссия может принять и отрицательное решение по отклонению этого заявления. Но надо сказать о том, что у нас не установлено ограничение обращения в комиссию. Если мы отклонили заявление, то гражданин или заявитель, который к нам обращался, может повторно обратиться в комиссию, уже поправив какие-то замечания в отчете. То есть, как правило, это делает оценщик, к которому обращается заявитель. То есть собственник все-таки сам не сможет составить этот отчет, нужно обращаться к специалистам, к оценщикам. Известно еще, что предприниматели крайне недовольны произведенной оценкой их собственности. Это касается различных торгово-деловых зданий и участков. Вот как-то управление Росреестра может на эту ситуацию влиять? Вы принимаете критику в свой адрес? Управление Росреестра в рамках своей полномочии обеспечивает техническую работу комиссии по рассмотрению споров о результатах кадастровой стоимости. Непосредственно на результаты кадастровой стоимости мы, конечно же, никакого влияния не оказываем. То есть результаты у нас утверждаются актами правительства Республики Хакаси. Мы не являемся ни заказчиками работ, ни исполнительной работы, естественно. Мы только обеспечиваем работу комиссии. Опять же, я сказала уже о том, что если заинтересованные лица не согласны с результатами кадастровой стоимости, они вправе обжаловать. В суде, либо оспорить в комиссии. Но такие случаи есть? Конечно. То есть я уже приводила цифры о том, что уже у нас за 2017 год уже 418 заявлений у нас принято и рассмотрено. Известная инициатива правительства, которое намерено создать свое собственное бюджетное учреждение по кадастровой оценке. Как вы будете друг друга дублировать или это совершенно другой орган будет? Это совершенно другой орган. Во-первых, создание бюджетных учреждений предусмотрено законом федеральной и государственной кадастровой оценки. Сейчас установлен на сегодняшний день переходный период до 2020 года. Мы предполагаем при создании бюджетного учреждения, конечно же, кадастровая стоимость будет более объективна, более приемлема для применения. И ожидаем, что количество обращений за оспаривание должно снизиться. И, соответственно, какие-то материальные издержки для граждан и юридических лиц, заинтересованные именно в кадастровой стоимости, должны также уменьшиться. Поэтому мы очень положительно рассматриваем создание бюджетного учреждения. И давайте еще раз напомним телезрителям, как можно узнать кадастровую стоимость своей квартиры, своего участка, своего дома. Кадастровую стоимость объекта недвижимого имущества можно узнать разными способами. То есть можно обратиться непосредственно в филиал кадастровой палаты за получением справки кадастровой стоимости. Можно зайти на публичную кадастровую карту по кадастровому номеру, найти свой участок и узнать кадастровую стоимость. Допустим, или объекты капитального строительства. Также можно узнать в режиме справочной информации, в режиме онлайн кадастровую стоимость. То есть есть достаточно очень много сервисов, по которым можно бесплатно получить информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества. То есть это услуга абсолютно бесплатная для всех? Да, да. Это бесплатно. Я благодарю вас за интервью, Ольга Лаврентьевна. Всего доброго.